Возраст не помеха жизненной силе. Это не устает доказывать Лидия Петровна Клинчикова. В свои 92 она легко встречает гостей и поддержит любую беседу на тему политики, музыки или творчества. О своей жизни помнит, кажется, всё. Особенно годы войны, которая настигла её 16-летней девчонкой. Всю войну работала на полях и три года, в самых 42-й, 43-й, 44-й, я кончила курс тракториста в 41-м году, а 42-й, 43-й, 44-й год была на полях. Трактористка работала на ХТЗ и даже на газгенераторном НАТИ. Совсем юная тогда ещё трактористка Лида до конца войны крутила баранку, а осенью 1944-го её перевели работать в Воскресенскую машино-тракторную станцию. Дальше биография пополнится работой в совхозе Воскресенский, но уже на административных должностях. Общественную работу всегда вела. До сих пор я веду. До сих пор меня обращаются все мои, наши жители, все до сих пор обращаются, большинство из них. И я, видимо, по старой памяти не могу, чтобы мне не помогать кому или чего. Я всегда... Вот когда получается так, что вот... Ой, отключают воду, отключают свет. А для людей не знает никто. Я начинаю позвонить. Раз-раз звоню всех. Я их вот всех знаю, всех телефонов. Говоря всё, она не обманывает. Знает наизусть 111 номеров, а ещё имена и фамилии начальников. В больнице, да? 220-57 это регистратура, да? Там Галина Валентиновна работает. У неё 79-24. Это заместитель нашей, это самое. Теперь отдел кадров исполкома. У неё 2-07-92. Там это самая Надежда Борисовна. Теперь у нас есть в соцзащите. Соцзащить 2-43-77. 2-53-84. Память особо не тренирует. Чтобы не сдавать позиции, в специальную тетрадку записывает номера и пишет стихи. Даётся это с трудом. Зрение в 92 года не жалует. Но вооружившись очками и лупой, Лидия Петровна усердно выводит цифры. И, видя по телевизору уникальных людей, про себя шутливо говорит. Я удивительна тоже, наверное. Но только я один год будет с собой. Галкин. 29-го будет. Старше всех. Ну, хорошо, я только не могу ехать. Я тоже, пожалуйста, могла бы туда. В беседе Лидия Петровна пообещала, что к своему 95-летнему юбилею выучит ещё больше номеров и стихов. Нам остаётся лишь пожелать здоровья и ждать новой встречи. Ольга Югай, Евгений Стародубов, Воскресенские вести.